Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 июня, и вот уже скоро буду говорить. Вот мы с Надюшей вышли делать видеообзоры, потому что вы видите, она всегда в кадре, это невозможное что-то. Вот смотрите, какие томаты поспели в открытом грунте самые первые? Ну, конечно, те, которые ультраскороспелые, те, которые пониже. Я сейчас всех вот по порядку, как они у меня высажены. Вот помните, вот эту грядку я высаживала? Я все по порядку буду описывать, потому что эта информация очень нужна для огородников тех регионов, у которых вот эти такие вот крупноплодные, индотерминатные, не успевают возревать. Вот эти томаты у нас палочка-выручалочка. И самый первый это ренет. Это не новинка, выращиваю много лет, всегда им восхищаюсь, всегда им восторгаюсь. Сейчас я вам расскажу, почему. Так, Надя, ушла бы ты. Вот смотрите, он у меня стоит под номером 5 в каталоге. Это значит, что когда я составляла каталог много лет назад, он у меня уже был. Он сторожил. И если я его не откинула, это значит, вот за что-то он заслужил. То, что он у меня много лет находится в первых рядах. Самый неприхотливый, могу так сказать. Он официально является ультраскороспелым. Его называют морозостойким. Ну, правда, это мелкоплодный, как и все вот такие мелкоплодный, низкорослый, штамбовый. Если вот такие официальные, как сказать, описания, вот, ну, где-то там вы на сайтах найдете, это все к нему относится. Он супер детерминатный. Ну, то есть он вершкуется очень, ну, немножко растет и сразу начинает вершковаться. То, что он неприхотливый, это следует из того, что он не требует ни посынкования, ни подвязки. Я вот подвязала только почему. Потому что, видите, он у меня растет на заваленке, вот на маленьком, на таком участке земли. И если бы я его не подвязала к колышку, он просто-напросто на дорогу бы вот так расстелился, и мне проход бы закрыл. И Надюше было бы негде ходить. А так я его подвязала к колышку, он компактный, все. Одно еще очень хорошее достоинство этого сорта, то, что он идеален для выращивания в неблагоприятных условиях. Я сейчас объясню, как нынче я его выращивала, какие супер неблагоприятные условия он пережил. И то, что у него, у этого сорта, или нет, возможны загущенные посадки. То есть можно высадить 6 штук на маленьком, на одном квадратном метре. Вы знаете, что некоторые 3 рекомендуют, 4 некоторые сорта высаживать. Некоторые сорта можно только 2 штуки на квадратный метр высадить. Ринет вы можете высадить 6 штук, и беспроблемно, без ущерба для урожая, вы вырастите все 6 штук на этом квадратном метре. Вот здесь они у меня так и высажены. Я потом встану, просто я сижу сейчас на бордюрчике, так как долго рассказывать. Я потом встану и покажу, что 6 штук вот таких томатов растут, не мешают друг другу. Ну ясно, потому что они не расползаются, они очень компактные. Если говорить о плодах, то, конечно, плоды некрупные. Сразу говорю, ринет, это и значит, что яблочко-ронетка. Они красные, круглые, от 50 до 100 грамм. Больше 100 грамм бывает очень редко. Если очень-очень благоприятные условия, если бы не было вот тут холодных ночей, и тогда первые кисти могли бы завязаться по 120 граммов. Но вот эти вот у меня, они именно вот как яблочки, небольшие яблочки. Но их достоинство любим мы их, конечно, не за размер плодов, а вот за эту скороспелость и за неприхотливость. Тут сочетается, они и быстро завязывают плоды, и невзирая ни на какие погодные условия. Вот для начинающих это идеальный вариант. Для начинающих, для занятых, для холодных регионов, для тех районов, где короткое лето. Вот эти томаты... Подождите, сейчас придется вставать. Вот я вам сейчас покажу, что у меня как раз на одном квадратном метре растет 6 кустов. Да, кустик небольшой, но если мы его посмотрим со всех сторон, вот обойдем кустики эти, смотрите, они довольно-таки сильно нагружены урожаем. Они идут, 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 и еще здесь цветочки, и еще вот и молодые листики, и цветочки, то есть он еще продолжает цвести, завязывать плоды. А про неблагоприятные условия, про вот эту холодостойкость, морозостойкость. Я вам сейчас дам ссылки на обзоры апрельские. Вот эти томаты высажены в апреле. И хотя у нас нынче ранняя весна, теплая весна, но все помнят, кто смотрит мое видео, что вот эти посадки, были же и холодные периоды, они у меня здесь росли при температуре ночной 3 градуса. Всего 3 градуса. Хотя говорят все, что ниже 10 градусов томаты не растут, не развиваются. Они росли, мало того, что росли, они цвели, и мало того, что цвели, они завязывались. И кисточки, я бы не сказала, что сильно много пустот в кистях. Кисти такие богатые, многодетные. Так что при 3 градусах на улице, при продолжительных, в несколько ночей было, этот томат не только выжил, но он даже никак не выразил это вот в виде, например, пожелтения листьев или там скинул что-то. Для него это все равно. Дальше. Универсален в использовании. Конечно, его можно в свежем виде кушать, конечно, его можно во все заготовки, во все консервации. И, конечно, он для открытого грунта. Я сейчас пройду дальше, покажу вам, какие нынче в теплице у меня получились ринеты. И вы поймете, что все-таки я уже в прошлом году испытывала со снежными названиями, им там не понравилось. Нынче просто испытала, просто ранние скороспелые. Им там тоже не понравилось. Сейчас покажу. Вот он у меня ринет, который был высажен в более благоприятных условиях. Да, он начал спеть, но он начал спеть одновременно с уличным. И никаких преимуществ от ранней высадки в теплицу я здесь не получила. И тем более он вырос, представьте, он вырос в длину, вымахал двухметровый. Он очень долго и медленно тут развивался. И я вот с этих двух кустиков получу, мне кажется, то же самое количество плодов, что и на улице. И я поняла, сделала вывод, раз он может прекрасно плодоносить, созревать на улице, больше в теплицу я его принудительно высаживать не буду. Вообще вот таким ранним ультраскороспелым, скороспелым сортам я прям чуть ли не оды пою. Некоторые пишут, ой, скороспелки не сажу, фу, кислятина. А мне всегда хочется сказать, ну вы, может быть, не умеете их готовить. У меня сейчас вот скороспелки, как только начнут поспевать, во-первых, крупных еще нет. Я говорю, вот в этот период, когда только июнь, и когда крупноплодные только наливаются, и они висят вот эти крупные, зеленые, как лягушата, они еще никакие, а эти уже спелые, ароматные. Мне кажется, даже вот, да, эти томаты, они с обычным томатным вкусом, с кислинкой даже. Если их подождать до полного созревания, конечно, они более такие сладкие, но кислинка все равно присутствует. Но эта кислинка, она же такая вкуснятина. У меня сейчас пойдут, я говорю, только поспеют сейчас скороспелки, пойдут и томаты по-корейски, и томаты вот эти запеченные по-провански, с прованскими травами. Я сейчас научилась, в последнее время томатами занимаюсь, спробую много разных рецептов. Есть много столько рецептов, в которых вот эта кислинка, она даже придает какой-то особый аромат и вкус этим блюдам, и она нисколько не мешает. И вообще кислинка, это же витамины, это натуральный продукт. Да, вы в магазине купите пластмассовую помидорку, она нисколько не кислит. Еще преимущество. Вот эти маленькие томаты, я, кстати, ничем ни разу не подкармливала, потому что, вы понимаете, это у меня остались просто от высадки в теплицу, я сюда сунула их, все, я на них внимания не обращала, ни разу не подкармливала, ничем не обрабатывала. И большое преимущество этих томатов, то, что они успевают из-за визации созреть до наступления вот этих эпидемий фитофторы. У многих же есть районы, где без фитофторы не обходится они один год. Вот они ускальзывают от этой фитофторы, ясно, что если они сейчас в июне начинают плодоносить, ну, месяц от силы. Да, раннее плодоношение заканчивается рано, это не очень удобно, но поэтому я и занимаю, они же неприхотливые, я занимаю вот такие маленькие завалинки, маленькие места, они прекрасно даже растут в кашпо, идеальный вариант для выращивания на балконах, для выращивания на подоконниках даже. Все, для меня вот эти томаты, они незаменимы. Сейчас первые пойдут в свежем виде, потом, когда поспеют вот эти неженки, капризницы, крупноплодные, мясистые, сахаристые, мы будем, конечно, для салатов употреблять их. А из этих можно сделать столько прекрасных заготовок на зиму, и борщевые заправки, и различные салаты, и кетчуп, и томатный сок. Все, 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 все. Аджику. Не забудь остренькую. Все, вот это наш ринет. Я считаю, что даже если вы любите крупные, даже если вы любите вот эти сладкие, мясистые, но вы же понимаете, что в июне ни у кого в открытом грунте крупных томатов нет. А ринет будет 2, 3, 4, 5 кустиков, должно быть в каждом огороде. Все. Просят называть номер, еще раз скажу, что у меня в каталоге этот томат под номером 5.